Валерий Константинович, у меня осталось к вам несколько вопросов о кариесе. Откуда берется налет на зубах? Понимаешь, вот почему возник вопрос с кариесом и со фтором? Вот почему он возник? Если ты посмотришь зубы первобытных людей, у них не было кариеса. Если ты посмотришь зубы у древних египтян, шумеров, у них не было кариеса. И когда вот этот вопрос стал исследоваться более глубоко, стал известен еще один факт. У домашних собак появился кариес. Значит, этот вопрос очень интересовал более серьезно. Потом начали изучать. Значит, дешевый сахар, дешевый сахар, появился в конце 19 века. Тогда, когда научились выращивать сахарную свеклу и сахарные тростни. И тогда сахар стали выпускать сначала тысячами тонн, сейчас его выпускают миллионами тонн. И оказалось, что сахар явился единственным продуктом, который вступает в обмен веществ в полость рта. Он не в желудке, не в кишечнике. Он вступает в обмен веществ в полость рта. Он здесь расщепляется на глюкозу и фруктозу. И далее расщепляется благодаря циклу гликолиза до кислоты. И образуется из каждой молекулы сахара две молекулы молочной кислоты. Ну а как молочная кислота влияет на зубы, это многие и сейчас знают. То есть она фактически растворяет зубы, что ведет в итоге через целый ряд процессов появления кариеса. Поэтому проблему кариеса нельзя рассматривать без проблемы сахара. А этиологией кариеса, то есть причиной кариеса, является микробы. Микробы, которые способны в полость рта перевалить сахар. Вот такая цепочка красивая, интересная возникает. То есть самые неполезные продукты для полости рта – это те продукты, которые содержат сахар. А сахарозаменители? Сахарозаменитель такими свойствами не обладает. Теперь дальше. Вот у вас вопрос первый звучит, откуда берется налет на зубах. Значит, когда человек стал есть сахар в больших количествах, в полости рта появились специальные микроорганизмы. Их воспитал сам потребитель сахара. Вот вы едите сахар, и вы не знаете, что этим самым вы воспитываете у себя специальные виды микробов. Получается такой, как я его называю, метаболический взрыв. Вот если сахара во рту где-то 5 миллиграмм на 100 миллилитров в норме, после того, как вы поедите сахар, в течение нескольких минут возрастает до 100 миллиграмм. То есть столько, сколько в крови, понимаете? И это такой взрыв, который из-за того, что сахар растворяется в шлюне. Микробы в это время жадно поглощают сахар. Жадно поглощают. Но они не только его поглощают, а они еще откладывают его и в запас. И вот в запас его откладывают. Это и есть наш зубной налет. Это и есть депо сахара. Так же, как у нас депо сахара образуется в печени в виде гликогена, то у микробов депо сахара образуется на зубах в виде зубного налета. И когда вы перестаете есть сладкую пищу, ее начинают есть микробы. Едят они свой налет, чтобы им хватило жизнестойкости до следующего приема пищи. При следующем приеме пищи они опять его будут употреблять и опять откладывают в запас. Сейчас у зрителей возникнет впечатление, что если они просто долго не поедят, то микробы съедят свой налет и во рту будет чисто. Нет, микробы оказываются гораздо хитрее, чем мы с вами. Значит, когда вот такое происходит, то, о чем вы сказали, микробы превращаются в определенную резистентную форму. Они получают толстую оболочку, микробы, и они сидят спокойненько в некоторых местах, например, в хисцурах, в ямках, и пережидают, когда вы захотите есть сахар. Так что там не так просто все. Вот такой пример я вам приведу. Вот блокады Ленинграда, да? У людей не было кариеса в это время. Они, потому что почти два года там, или там сколько, больше, чем два года, 1400 дней обходились без сахара. Но как только они стали есть нормальную пищу, они потеряли зубы, подавляющие большинство людей потеряли зубы. А вот у меня такой вопрос. Углеводы, гамбургеры, хлеб, булочки, сосательные конфеты, они так же, как и чистый сахар, воздействуют на зубы? Все, что задерживается во рту долго, все так же. Ну, самый типичный пример – сосательные конфеты. Вот у них кариесогенность одна из самых высоких. И еще у меня такой вопрос. Пять основных рекомендаций, которые вы можете дать зрителям для того, чтобы количество кариеса у них и у их детей уменьшилось. Я в свое время выдвинул такую, как вам сказать, такие правила. Назвал я их культуру потребления углеводов. Культура потребления углеводов. Они очень простые. Первое – не есть сладкое на ночь. Второе – не есть сладкое, как последнее блюдо при приеме пищи. Третье правило – это ограничить потребление сахара, насколько человек это может выдержать. И последнее правило. Если ты нарушил три первых правила, почисть зубы. То есть основных правил четыре? Да. И правильное средство гигиены, и, конечно же, правильный уход за полостью рта. Ну, это естественно. Это вы знаете, наверное, еще лучше меня. Когда я читала вашу книгу, я нашла здесь очень интересный исторический факт, что чистка зубов всегда относилась к религиозным обрядам в древнем арабском мире и Индии. Это все правда. Представляете? То есть вот эти парадонтологические инструменты, которые сейчас усовершенствованы, и которыми я сейчас работаю, фактически относились к религии. Когда вы приходите к стоматологу, а в частности к парадонтологу, и моя основная задача спрофилактировать у вас и кариес, и заболевания парадонта, то есть вы делаете очень важную вещь. До этого применяли и специально искали, например, корешки деревьев. И эти корешки деревьев использовали для того, чтобы после еды почистить зубы. Они их прямой чистили с помощью их и жеванием чистили, очищали. Кстати говоря, жевательная резинка как раз вот для этих цереполин. Вот сейчас, Ольга, большое значение придается и правильно придается о том, как сам организм борется с этим. Вот по отношению к кариесу зубов, я таких исследований и разговоров таких не слышал. А наш организм прекрасно борется сам. Другой вопрос, что силы не хватает? Потому что мы с сахаром столько много едим, что хочешь не хочешь те процессы, которые я вам сегодня сказал, идут. Но наш организм очень хорошо борется. Полезные продукты для зубов. Мы с вами обговорили все, что вредно. Вот какие полезные продукты для зубов? Что вы рекомендуете? Ну вот я уже говорил немножко. Что в пищевых продуктах в тариже почти не содержится. Одно из наибольших, где содержится наибольшее количество шпинат, например. В зеленом чае много. Очень сильно красит зубы. Это другой разговор. Но в нем много тоже в тариже. А так любые свежие продукты, фрукты особенно, содержат где-то примерно такое вот количество достаточное для восполнения воды. Мы с водой принимаем основное количество. А если много фруктов берем, то тогда еще где-то добавляем один миллиграмм примерно в тариже. Я благодарю вас, Валерий Константинович, за то, что мы с вами подняли такую важную тему, обсудили. Я ее поднимал 600 лет назад. Я считаю, что подобные вещи должны периодически подниматься, обсуждаться, и причем с профессионалами, а не с маркетологами. Для того, чтобы у населения было точное понимание, что для них полезно, а что для них вредно. Уважаемые зрители, благодарю вас за внимание. Отдельная благодарность Валерию Константиновичу за то, что он нашел для нас время. Надеюсь, наш сегодняшний разговор был очень содержателен и полезен для вас. И некоторые страхи и мифы мы сегодня с вами раскрыли. Здоровья вам и вашим детям. Всего доброго, до свидания.